Многодетная мать добилась в суде снижения налога на дом в 16,5 раза. Многодетная мать Ольга Низамова из Барнаула создала настоящий налоговый прецедент. В Конституционном суде ей удалось добиться снижения налога на имущество в 16,5 раза. Теперь жители регионов, где этот налог еще начисляют по инвентаризационной стоимости, могут потребовать пересчитать его по кадастровой стоимости, если суммы в платежках зашкаливают. В Алтайском крае за пересчитом уже обратились 170 человек. Суммы в платежках росли постепенно. Ольга Низамова обратилась в суд, когда платежи за дом, которому четверть века, выросли с 10 тысяч рублей до 47,5 тысячи. Фото. Семья Низамовых, воспитывающая троих детей, 6 лет назад приобрела дом в поселке Ганьба в пригороде Барнаула. Дом брали большой, чтобы всем хватило места, поэтому и налог на имущество оказался не маленьким, а рассказала корреспонденту РГ Ольга Низамова. Сначала платили чуть больше 10 тысяч рублей, потом 15, 20. Суммы росли каждый год, но когда в 2016 году пришел квиток на 47,5 тысячи рублей, я была шокирована. Мы не в элитном коттеджном поселке живем, а в обычном пригородном, к тому же расположенном за городской свалкой. И дом не новый ему почти четверть века. Откуда взялась такая оценка недвижимости? Стали разбираться. Минус. Как изменится земельный налог? В Алтайском крае налог на имущество по-прежнему рассчитывают по инвентаризационной стоимости недвижимости. На расчет по кадастровой оценке регион перейдет только с 2020 года. Дом Низамовых четыре года назад оценили в 3,17 миллиона рублей, а для недвижимости дороже 3 миллионов рублей в крае действует максимальная ставка налога 1,5% от инвентаризационной стоимости. Вот налоговая служба и выставила многодетной семье 47,57 тысяч рублей. Ольга Низамова выяснила, что по кадастровой оценке их дом стоит меньше 2,87 миллиона рублей. В этом случае применяют минимальную ставку 0,1%, и налог составляет всего 2,87 тысяч рублей в 16,5 раза меньше. Получается, если бы наша семья жила в другом регионе, где уже перешли на расчет налога по кадастровой стоимости, мы заплатили бы менее 3 тысяч рублей, а в Алтайском крае, где самые низкие зарплаты в стране, нам выставили почти 50 тысяч рублей, удивляется мать троих детей. Конституционный суд разрешил налогоплательщикам требовать пересчета налога на имущество. Низамовы подсчитали это несправедливым и обратились в суд. Два года ушло на судебные тяжбы, и все безрезультатно. В крае все судебные инстанции отказали в пересчете налога, ссылаясь на действующие региональные нормы. Тогда Ольга обратилась в Конституционный суд РФ, посчитав, что в данном случае нарушены конституционные нормы о равных правах, свободах и обязанностях граждан. По ее мнению, при равных обязанностях налоговая нагрузка на равноценное имущество не может многократно различаться в зависимости от региона нахождения имущества. Минус. Росреестр напомнил порядок регистрации теплиц на дачах. Налог, рассчитанный по инвентаризационной стоимости недвижимости, не может быть существенно больше, чем рассчитанный по его кадастровой стоимости. Иначе налогоплательщики могут оказаться в неравном положении. Поэтому, чтобы избежать несправедливого налогообложения имущества граждан, для расчета налога может применяться уже установленная для этой недвижимости кадастровая стоимость, даже если она официально еще не используется в регионе для целей налогообложения, говорится в разояснении КСРФ. Самое главное, что Конституционный суд разрешил налогоплательщикам требовать пересчета налога на имущество, если они считают, что его суммы завышены. В региональном управлении Федеральной налоговой службы РГ подтвердили, что на основании постановления КСРФ от 15 февраля 2019 года Н.10П жители края теперь могут обращаться за пересчетом платежей и возвратом излишнеуплаченного налога за три предыдущих года 2016, 2017 и 2018. Правда, сделать это можно в том случае, если расчеты по инвентаризационной и по кадастровой стоимости разнятся в два и более раза. Минус. Как сэкономят на налогах при покупке или продаже жилья. Желающих пересчитать налог на свое имущество в крае оказалось немало. По состоянию на 23 апреля 2019 года в налоговые органы края поступило 170 обращений от граждан на перерасчет налога на имущество физических лиц, отметила замначальника отдела налогообложения и имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Вахрушева. Сейчас мы проводим проверку по всем этим заявлениям и, если все условия перерасчета соблюдены, то заявителям вернут излишнеуплаченные суммы имущественного налога. Ольга Низамова после победы в Конституционном суде получила письмо из УФНС о том, что ей аннулировали пение и штрафы по налогу на имущество, накопившиеся за годы судебных тяжб, более 7000 рублей. Ей также пересчитают налог на имущество за 2015-2018 годы по кадастровой стоимости дома. Но сколько в итоге придется заплатить, Низамовы пока не знают, потому что уведомление с новыми расчетами придет только в ноябре, когда подойдет очередной срок уплаты имущественных налогов за прошлый год. Экономика финансы налоги филиалы РГСибирь с Фуалтайских край Барнаул налог на недвижимость.